Рея Кришна. Итак, я рад с вами встретиться сегодня вечером, в субботу. Надеюсь, вы в хорошем настроении, несмотря на субботу. Суббота такой, иногда бывает тяжелый день у преданных. Мы продолжим изучать Нектаро Наставлений, с вами обсуждать, и потом мы, как обычно, можно будет обсудить какие-то вопросы, поделиться какими-то реализациями тоже в конце. Итак, мы в прошлый раз с вами читали и обсуждали четвертый стих Нектаро Наставлений. И как мы с вами говорили, что Нектаро Наставление – это особое писание, которое дал Рупага Свами. В нем сосредоточены все основные наступления, которые преданным необходимы на его пути от самого начала, то есть от самого нуля в развитии в сознании Кришны и до самого высшего совершенства, до Радхакунды. Это самое высшее, что преданным может достичь – это достичь возможность совершать служение на Радхакунде в самом возвышенном, в самом сокровенном месте духовного мира Шривриндавана. То есть это писание в том числе говорит о том, какой дар дал Госпочитание. Слышно меня, да? Как вы воспринимаете? Все нормально? Хорошо слышно. Хорошо. Слышно хорошо. Хорошо. Спасибо. Вот, это писание еще раз подтверждает, какой дар дал Госпочитание, почему его называют «намомагая», то есть самое милостивое воплощение Господа, потому что никто до него не даровал то, что дарует Госпочитание, то есть он дарует чистую любовь к Кришне, вплоть до самого-самого сокровенного служения, которое преданным может обрести, следуя этому процессу сознания Кришны. И Шила Пропадов в своем видении пишет, что посреди Господа Читании их называют Рупа и Госпами. И при наставлении следует этим наставлениям, применяет их в своей жизни. Поэтому для нас очень важно их хорошо понимать. И также здесь нету, если брать все книги Шила Пропады, собирать оттуда все наставления, очень сложно все вычленить и понять, что же главное, что первостепенное, что второстепенное. Но в этой книге собраны все самые главные наставления, которые нам важно знать для того, чтобы развиваться в сознании Кришны. Конечно, все остальное, все остальные наставления Шила Пропады, они подкрепляют тоже все это и расширяют. Итак, мы прошли с вами три стиха, и четвертый начали тоже обсуждать. Я хочу сегодня продолжить еще раз затронуть четвертый стих, потому что очень важная тема. Как в прошлый раз я говорил, что на этом стихе или на этом уровне зависают множество преданных, может быть даже многие. То есть у преданных есть даже, может быть даже утверждается уже достаточно устойчиво в своей духовной практике, как эта стихия, то есть действует с энтузиазмом, с решительностью, с терпением, совершает такие процессы предназлужения, как Шараваном, Киртаном, Смараном, то есть девять процессов предназлужения, особенно с интузиазмом, избегает вкусами, то есть вот и следует примеру предыдущих ачарьев, поступам предыдущих ачарьев, то есть следует их образ жизни, то есть старается применять это в своей жизни. Вот, то есть есть такие серьезные преданные, но следующий шаг, когда преданный поднимается на этот уровень, то есть естественно его жизнь одухотворяется и преданный способен вступить в любовные отношения с другими преданными, то есть любовные отношения означает чистые духовные отношения и с таким чистым чувством дарит дары другим преданным, а также с таким же чистым чувством с любви, принимать эти дары, принимать дары от преданных, угощать преданных просадом и принимать угощение от преданных просад тоже. И также говорить о сокровенном и слушать сокровенное. То есть в прошлый раз мы с вами обсуждали, что эти четыре вида деятельности или шесть видов любовных отношений, они чем-то напоминают отношения обычных людей, потому что обычные люди тоже, развивая какие-то так называемые любовные отношения, они тоже делают то же самое. Дарят дары, принимают дары, обмениваются дарами, обмениваются угощениями и говорят что-то сокровенное, какие-то тайны открывают, то есть так они сближаются друг с другом. Вот, но тем не менее есть отличия между тем и другим. Вот сегодня мы об этом еще поговорим больше и продолжим читать также комментарии Шиллопропада, потому что Шиллопропада дает важное еще наставление, которое нам тоже важно понимать. Так, давайте произнесем благоприятные молитвы. Ом намо Бхагава Теба Суде Вая. Ом намо Бхагава Теба Суде Вая. Ом намо... Перевод. Дадате и прате грехнати, гух ямак яте, притчхате бунте боджаяте, чайва шадвидгам, притилакшанам, шадвидгам, то есть шесть видов притилакшанам, любовного обмена, то есть это шесть видов любовного обмена. Итак, что же это за шесть видов? Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивая, принимать просад и угощать просадом, которые преданы испытывают друг к другу. Да, очень интересно, почему это предписание вставлено здесь. В действительности, благодаря следованию культуре, благодаря следованию сознания Кришны, у человека должна поменяться культура. То есть культура вожделения, культура эксплуатации, соперничества на культуру любви, любовного обмена. То есть, по сути дела, когда преданный усваивает эту культуру, он способен даже с обычными людьми вступать в отношения, то есть проявлять такие чистые отношения. Конечно, преданный осторожный это делает, но обычных людей он может вовлечь в процесс любовного служения. Как Шила Пропада это тоже пишет в своем комментарии, как он начинал в одиночку это движение, то есть не было никаких преданных. И тем не менее, Шила Пропада очаровал сердца людей. Почему? Потому что он вступал с ними в этот любовный взаимообмен. Что он делал? То есть он делился сокровенным, то есть он угощал просадом, иногда дарил какие-то дары тоже, привозил даже саре Матаджам, показывал, как их одевать. То есть столько Шила Пропада пролюблял любви к преданным. И, конечно же, у преданных, они сразу чувствовали это послание любви Шила Пропада. И в ответ тоже возникало чувство, желание как-то пить. Поэтому люди начали давать пожертвования, люди начали... Прорывается звук, да? Я смотрю, кто здесь у нас... Прерывается, но не слишком сильно. Можно слушать. А у кого-то вообще хорошо... Наверное, у меня все-таки тормозит. Ну, ничего не могу сделать. Вечер, наверное, суббота. Перегруженный интернет. Выключить, да, камеру, наверное. Так вот, наверное, сделаю. Может быть, так лучше будет на видео. Вот. То есть Шила Пропада применял это фактически с этими хиппи. Он вступал с ними в любовный обмен и вовлек их в этот любовный обмен. То есть люди начали бескорыстно тоже отвечать Шили Пропаде. Итак, из этого любовного обмена, по сути дела, выросло целое движение. То есть люди начали все больше и больше присоединяться, вдохновляться. Вот. Шила Пропада пишет в комментарии. Сейчас, секундочку. Жизнь, общество, сознание Кришны питают шесть типов любовных взаимоотношений между преданными. И все люди должны иметь возможность общаться с преданными иском. Видите, Шила Пропада мной подчеркивает, что все люди должны иметь возможность общаться с преданными иском. Ибо просто поддерживая с ними шесть типов перечисленных выше любовных взаимоотношений, обычный человек может пробудить дремлющее в нем сознание Кришны. Да, то есть так это работает. Вот иногда преданные говорят, что с обычными людьми нельзя вступать в любовный взаимообмен. На самом деле, как раз это нужно делать, только нужно делать это правильно. То есть не смаковать с ними, больше отдавать, наверное, вкладывать в людей, чем бороться от них. Но когда у людей возникает отклик в сердце, то можно это принять. Я в прошлый раз вам рассказывал примеры, когда люди вдохновленные и желающие как-то вот отблагодарить, дарили даже какие-то вещи. Они могут дарить какие-то... ...дать вам санкиртаник на поведе. Вот. Если это не мясо, то в принципе человек с любовью это дает, то можно принять по-другому самому... ...какую-то или... ...как-то послужить, очень важно принять и предложить их, как бы вот это подношение Господу. ...само их усилие, желание... ...это должно быть оценено. Вот. И мы в прошлый раз говорили, что у преданных в целом в материальном мире, поскольку люди обожглись в этих отношениях, вот, изначально душе присущие склонность вступать в этот любовный обмен. И в материальном мире они тоже... ...зависают, да? То есть я ничего не пойму тогда, что делать. У всех зависает? Кто-то... Ответьте мне. То есть я вижу, преданных пишут, опять зависает. Ну, да, был момент... Там как раз зависает звук. Так, что же делать? Сейчас я попрошу преданного принести, может быть, мне... Сейчас тогда минутку оперерусь. Все. Так. 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 Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Пархинава Кришна, пожалуйста, принеси свой телефон. Что-то у меня лизнет интернет. Нужно поменять сеть, можно выбрать свой интернет. Пархинава Кришна. Так, ну сейчас я преданно позвал, он подойдет, поменяем. Пока на старой сети. Сейчас слышно, нормально? Да, хорошо, как слышно. Ага, спасибо. Вот, извиняюсь, да, что такое интернет, непредсказуемо, да. Значит, да, и мы в прошлый раз говорили, что... Так, на счет меня прервался, сейчас, секундочку. Да, давайте я дальше прочитаю. Акшиллапрапада пишет дальше. Зангадсанжа – это Экамах. Сказано в Бхагавадгите, желание и устремление человека определяются кругом его общения. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Поэтому, если обыкновенный человек будет общаться с преданными, он непременно разбудит древлющее в нем сознание Кришны. Сознание Кришны заложено в каждом живом существе, и до некоторой степени оно проявляется уже тогда, когда живое существо получает человеческое тело. То есть очень важный момент Силлапрапада здесь говорит, что если так или иначе люди будут общаться с преданными, причем это общение может происходить по-разному, то есть в прошлый раз мы тоже об этом говорили, преданный может просто сказать какие-то слова, просто общаться с людьми по-хорошему, то есть он может что-то для них сделать, они что-то для него могут сделать. Это просто вот на работе, в транспорте, то есть везде мы соприкасаемся с людьми, и, соответственно, может быть у нас общение с людьми, они прогрессируют, если преданный находится в правильном сознании и дает возможность им, общается с людьми, взаимодействует. В особенности, если преданный делает вот эти шесть видов любовного обмена, то есть он может проповедовать, делиться сокровенным. Конечно, там нужно учитывать уровень человека тоже, чтобы он мог принять, вдохновиться. И также он может угощать просадом людей, иногда дарить какие-то дары, подарки. Вот всё это порождает благочестие в сердцах людей, и люди прогрессируют. И Шрила Пропада очень важный переход делает. То есть он говорит, что сознание Кришны присуще каждому живому существу. Это очень важно, мы должны это знать. И если человек, который получил человеческую форму жизни, уже у него это сознание Кришны больше проявлено, уже это можно видеть в человеческой форме жизни. То есть как мы можем это заметить? То есть у людей есть склонность так или иначе делать какое-то служение, что-то творить. То есть это на самом деле природа души так проявляется. У людей есть склонность к вечности, то есть сохранять желание быть вечным, к знанию, сознавать всё, что происходит, к счастью тоже. Всё это проявление изначальной природы живого существа. Но оно ограничено в материальном мире телесными какими-то ограничениями. И дальше Шалапрапада описывает, цитирует из читания Четамриты стих. Это Мадхьялила, 107 стих. Чистая любовь к Кришне вечно живёт в сердцах всех живых существ. Её не получают извне. Когда в процессе слушания и повторения святых имён сердце очищается, живое существо сразу пробуждается ото сна. Вот важный момент, что сознание Кришны или чистая любовь не привносится извне. Оно пробуждается в процессе исследования процесса преданного служения. Конечно, когда мы общаемся с преданными, мы чувствуем от них вдохновение, получаем от них какой-то импульс. На самом деле они просто нас пробуждают в нашем сердце своим общением, то есть вот эту дремлющую в нашем сердце любовь. Или своим общением очищают наше сознание, то есть помогают нам очиститься. Да, сейчас минутку, я переключусь на другую сеть. Да, сейчас минутку, я переключусь на другую сеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ария Кришна, извиняюсь, да. Ну вот, получилось. Итак, чистая любовь к Кришне вечно живет в сердцах всех живых существ. Ее не получают извне. Когда в процессе слушания и повторения святых имен сердце очищается, живое существо сразу пробуждается от сна. Сознание Кришны, продолжает Швила Парупада, присуще всем живым существам. И потому каждый должен иметь возможность услышать о Кришне. Вот очень важное убеждение. То есть мы должны быть убеждены, что каждому живому существу присуще сознание Кришны, хотя люди могут ругаться, как бы не принимать, и даже агрессивно, как-то негативно быть настроенными. Тем не менее, на самом деле, каждое живое существо, оно склонно к этому и ищет в действительности это. Вот это то, что постепенно к преданному эта реализация все больше и больше будет приходить по мере того, как он будет видеть, как души пробуждаются. Одного только слушания и повторения святых имен, Жряванам и Киртанам достаточно, чтобы очистить сердце и пробудить в нем сознание Кришны. Сознание Кришны не привносится в сердце искусственно. Оно уже там. Повторяя святое имя Верховной Личности Бога, человек очищает свое сердце от всей мирской скверны. В первой строке Шри Шикшаштыки Господь Читане говорит Слава Шри Кришна Санкиртане, который очищает сердце от пыли, скопившейся в нем за долгие годы и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющейся рождении и смертей. Движение Санкиртаны – высшее благословение всему человечеству, ибо оно распространяет лучи, дарующие благословение Луны. В нем душа трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает возможность полной мере насладиться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем. Харе Кришна. Да, то есть вот здесь Шилапрапада отмечает важный момент, что сознание Кришны вечно присуще всем живым существам, то есть оно находится в сердце живых существ. И что делает преданное? Они просто поливают это сознание Кришны, помогая этой искорке разгореться. То есть эта искорка, сознание Кришны уже проявляется в том, кто получил человеческую форму жизни. Оно проявляется в том, что такой человек вообще способен слушать, способен говорить, способен воспевать. То есть у него есть такие способности. Это уже как бы развитые способности. И также другие живые существа, животные, растения и так далее. То есть все это тоже разные дживы, которые также... Ну, также души, в которых есть сознание Кришны. И поскольку сознание Кришны вечно присущее живому существу, то если у такого человека нет какого-то предупреждения, предубеждения агрессивного, то человек просто открыт. Вот, например, как дети. То есть дети, они сразу чувствуют. Если вы идете с Харинамой, дети тут же сразу радуются, их хотят подпевать, подхлопывать. То есть у детей это сразу спонтанно происходит. У взрослых больше предубеждений, они могут стоять с такими напряженными бровями какое-то время. Но постепенно тоже могут оттаять. И, соответственно, то есть таким образом. И животные тоже могут ощущать это влияние сознания Кришны. Есть масса просто преданных уже опыта, примера, как разные живые существа, они привлекались сознанием Кришны. Преданные, например, в Буванешваре издали, напечатали, в Буванешваре газеты, напечатали статью, океана. То есть они делали большой пандал, и там тысячи людей приходили на программы, преданные читали Багаватами. Каждый день туда приходил бык. Бык заходил, несмотря на то, что его пытались прогнать, он очень, так сказать, настойчиво проходил к сцене и садился. Ну и преданные перестали его трогать, он просто садился, сидел там. И он сидел всю лекцию, слушал. Потом, когда лекция заканчивалась, он уходил. И так было каждый день, каждый день, каждый день. Вот. Потом на следующий год преданные опять такой же фестиваль повторили. И опять этот же бык каждый день приходил на лекцию по Баготам. и попал на страницы газет, да, как необычный бык. Явно, да, с прошлой жизни. Это такие случаи встречаются часто, когда животных тоже может охватить, они могут попасть в эпицентр Харинамы, и их тоже может охватить какой-то экстаз. То есть они могут начать подлаивать, выть, и так далее. То есть проявлять какие-то, ну как бы, знаете, пробуждение происходит в душе, и обусловленные своим телом, но тем не менее пытаются как-то выражать свою тоже преданность. Вот. Соответственно, каждое живое существо присущее сознанию Кришны. вот это важно, это помнить, поэтому Шрила Прапада говорит, важно каждому дать возможность услышать о Кришне. Вот. И дальше он пишет, как это можно сделать для обычных живых существ. Он пишет, что очищается не только тот, кто повторяет Махамантру, но и сердца всех, кому довелось услышать трансцендентные звуки. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Даже души, находящиеся в телах нишек, животных, насекомых и деревьев тоже очищаются и, слушая трансцендентные звуки, готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кришны. Вот. Интересно, да? То есть деревья тоже очищаются и готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кришны. Есть тоже у преданных с просадом тоже очень многие животные просто привыкают к просаду. И я знаю у одних преданных собака ест даже сырую капусту. Если просад, с удовольствием. Морковку, капусту, яблоки. В общем, такая витарианка полная. То есть кушает просад по полной. Я приехал однажды в Ершов в деревню в Карачаево-Черкесской области. Там у преданных была такая молодой щенок. Не знаю, сколько там, год, несколько месяцев. Вот. И этот щенок страшно любил просад. И ему положили просад, и он начал так буквально, знаете, прямо с такой страстью начал есть, чуть ли не переворачивая эту тарелку, подпрыгивая, знаете, такой невольно. В общем, хозяин в Рожавеласпорбу, в общем, у него была эта собака. Вот он засмеялся, начал ее смотри, не подавись, туда-сюда, начал смеяться над ним. И представляете, эта собака обиделась, отошла от этой, этот щенок обиделся, отошел от этой тарелки, сел и вот так, знаете, морду уткнул, свои лапы и так отвернулся. И в Рожавеласпорбу подошел, сказал, да ладно тебе, я аж пошутил, тот такой, знаете, он погладил немножко, раз так, чуть успокоился, так уже потихоньку спокойно дошел опять до этой самой, начал уже спокойно есть. Я поразился, учился, как человек, нет разницы совершенно. Я подумал, какая удивительная возможность, когда эти живые существа взаимодействуют тоже с преданными, они получают возможность обрести сознание Кришны. В Австралии преданной была собака, которую звали Харирама. Мой гуру Махараш часто рассказывает о ней. Вот, и эта собака каждое утро и каждый вечер приходила на утреннюю и вечернюю службу в течение многих лет. это было каждый день, каждый день. То есть, она приходила на Мангаларате и там такая, как панорама, то есть, стена, стеклянная стена и можно видеть алтарную, видеть божеств просто как бы с улицы сидя. И вот, эта собака приходила и смотрела на божеств с улицы через эти стеклянные витражи. Вот, потом, соответственно, преданные садились повторять джапу, она тоже где-то там сидела, потом была привиция божеств, она тоже участвовала, смотрела, потом была лекция по баготам, она тоже где-то сидела там с краю. И потом преданные выносили просад, был завтрак, собаки тоже выносили, она получала свою боль с порцию просада и убегала. И потом приходила на вечернюю службу, вот, или на просад, наверное, на дневной еще тоже приходила, скорее всего. В общем, у нее садана была очень хорошая, то есть лучше даже, чем у многих преданных. Каждый день мангаларати, вечерняя, утренняя служба, лекции все сидела. То есть, конечно, она наверняка не понимала ничего, но она могла чувствовать, да, то есть вот эту вот энергию, исходящую, трансцендентную энергию, которая питала ее душу. Вот, вот такая необычная джива была. И когда она оставила тело, преданные похоронили ее как величайшего преданного, ну, как Вайшнава, то есть, кремировали тело, то есть, захоронили ее, то есть, как-то так, почтили эту дживу. И таких случаев, да, подобных случаев много. Есть даже кто-то из преданных написал книгу «Животные в сознании Кришны», разные истории собрал в разных местах. Например, одна корова всегда приходила в один храм к преданным, к преданным давали ей просад, и потом храм переехал в другое место, на другой конец города. Вот. И несколько дней не было коровы, но через несколько дней корова опять появилась там, нашла преданных как-то, и худая такая уже, пришла, и преданные начали ее кормить. Вот. Тоже такой случай описывается про эту корову удивительную. Вот. То есть, да, такие вот преданные могут наблюдать такие вещи, когда они в особенности находятся в настроении проповедника, то есть желающего, преданный, который пытается дать другим возможность увеличить, пробудить свое сознание Кришны, а нам очень важно всем развивать такое настроение, то тогда вы, если вы регулярно кормите животных, вы заметите какие-то в них проявления какого-то особого экстаза, то есть начнете замечать какие-то вещи. Если вы, конечно, это не делаете, никогда не увидите, что у людей есть склонность к сознанию Кришны. Но когда вы помогаете питать эту склонность, вы увидите, да, эта склонность есть, она есть и в животных, и даже растения. Недавно один преданный провел в Америке исследование на влияние Харе Кришна Махамантры на растения, на людей, вот, и там интересные, да, то есть за эти самые запротоколированные результаты. Даже люди с психическими расстройствами, просто повторяя Махамантру, или просто слушая, как поют Махамантру, то есть у них наблюдалось улучшение в их состоянии. Такие разные, разные категории людей там исследовались. Вот, да, Ишила Пропада, поэтому, да, пишет здесь, что все насекомые и животные все могут меняться. Об этом говорил Харидас Такур, отвечая на вопрос читания Махапрабу о том, как можно освободить из материального плена живые существа, находящиеся в более низком, чем люди уровня развития. Харидас Такур сказал ему, что повторение святых имен столь могущественно, что произносится, что произнося их даже в глухих джунглях, можно помочь деревьям и животным, слушающим эти звуки, развить в себе сознание Кришны. Это продемонстрировал сам Шри Чайтане Махапрабу, когда он проходил через лес Джарикханда, тигры, звери, олени и другие животные, забыв о своей извечной вражде, принимались петь и танцевать, присоединяясь к Самкиртане. Мы, разумеется, не можем подражать Шри Чайтане Махапрабу, но должны следовать по его стопам. Мы недостаточно могущественны, чтобы, заворожив тигров, змей, кошек и собак, заставить их танцевать. Но, давая людям возможность услышать святые имена Господа, мы можем обратить в сознание Кришны многих людей во всем мире. распространение святого имени Господа это возвышенная форма пожертвования или дара, принцип додати. Кроме того, то есть, когда мы выходим и воспеваем на улицу, то есть, это додати, то есть, мы дарим людям, то есть, мы ничего от них не хотим, это дарим, делимся с ними. Кроме того, мы должны следовать принципу пройти грех нати, с готовностью и желанием принимать трансцендентные дары. Стремясь постичь материальный мир, мы должны задавать вопросы о движении сознания Кришны и поверять свои мысли преданным. Так мы сможем, так мы осуществим на практике принцип гухьян акъяти пришхати. То есть, Шила Пропада здесь описывает разные формы, как мы можем обмениваться любовным обменом, но это очень важная такая ступень в духовной жизни. То есть, пока мы находимся в состоянии такого дефицита, некого сосредоточения слишком на себе, на своих каких-то эгоистических потребностях, то есть, у нас нет склонности вступать на самом деле в любовный обмен, хотя мы именно этого и хотим. То есть, каждое живое существо мечтает о любви, мечтает о счастье и так далее, но не вступает в этот любовный обмен, ожидает, что все должны что-то давать. Вот, то есть, с такой претензией живет, но если мы становимся серьезны в духовной жизни, то постепенно очень важно начать обучаться этой культуре додати, то есть культуры отдавать, делиться своей любовью, своей преданностью. И, как мы видим, можно делать это и с другими живыми существами, и с преданными. Прежде всего, конечно же, с преданными нужно наладить такие отношения, вот, делиться с ними сокровенным. Я тоже недавно на лекции где-то с преданными рассказывал, как мы приехали однажды, пришли, вернее, с преданными посмотреть, как устроена больница Бактивиданты в Бомбее, которую сделали преданные общины Радонадхи с вами. Вот, и мы пришли туда, и директор этой больницы, был очень занят, то есть, ну, масса там всяких вопросов нужно было решать, мы его ждали какое-то время, и потом он такой заходит, знаете, такой весь немножко возбужденный, садится, вот за стол нас сажает всех, и говорит, и так, сегодня я выше понишат, прочитал, и начал, да, делиться какими-то реализациями, а что вы думаете по этому поводу? И меня так это поразило, как он резко переключился, вот из этих, вот, ну, казалось бы, забот таких, директорских, резко переключился, начал сразу вступать в любовный обмен с преданными, вот, и я понял, что преданные в этой общине очень активно культивируют этот любовный обмен, да, то есть, делиться сокровенным, обсуждать, вот, этой культуре нужно сознательно стараться учиться, стараться развивать ее, то есть, когда вы встречаетесь с другими преданными, вообще, когда вы читаете книги, то есть, собирайте какие-то сокровищницы, которыми можно поделиться с преданными, да, то есть, записывайте какую-то реализацию, вот, если вы это обсудите с преданными, вы эту реализацию еще глубже себе получите, это секрет такой, то есть, одно дело, когда вы сами прочитали, даже прочувствовали, как-то вдохновились, а другое дело, когда вы еще поделились это с преданными, преданные в ответ, еще что-то углубили это, то есть, это очень глубоко входит в сердце тогда, становится вашей буквально реализацией такой глубокой, иначе можно забыть быстро, поэтому в ведических писаниях есть такой стих, что если человек, получая знания, не делится этим с другими, то он будет подобен треснувшему кувшину, вот, треснувшему кувшину, вы туда вливаете воду, но вода быстро вытекает, потому что там есть трещина, вот, и это сравнится с тем, что если мы не делимся знаниями с другими, то есть, не делимся реализациями, то можно забыть вообще, потерять, да, было что-то классное, но не помню, о чем же это, но если вы обсудите это с преданными, во-первых, это для вас очень хорошо будет, то есть, это для самих преданных хорошо, во-вторых, это приносит благо другим предным, предные тоже вдохновляются, вот, с преданными можно, конечно, не с каждым предным, может быть, так сразу можно вступить в такое сокровенное какое-то общение, когда вы можете делиться реализациями, хотя попробовать тоже можно, но можно начать с того, что можно угощить просадом, обычно от просада никто не отказывается, особенно если какой-нибудь вкусный мага-просад, вот, можно также наблюдать за преданными и увидеть, что у преданного чего-то, может быть, нет, подарить, какой-то подарок сделать преданному, это какие-то простые вещи могут быть, но если они делаются с любовью, то тогда это меняет, и вот здесь я хотел как раз поговорить, что значит делать это с любовью, в прошлый раз я тоже затрагивал этот момент, но хочу еще раз это отметить, если человек даже касалось как бы с любовью делает это, но не сознает себя частичкой Господа, то есть делает это просто от себя, у него все равно будет ощущение, что он от себя что-то отдал, то есть я подарил подарок, и как бы возникает на тонком уровне, то есть поскольку я не вижу, что то, что я дарю, на самом деле это принадлежит Кришне, это его энергия, Кришна дал мне какие-то возможности, он дал мне что-то, я его частичка, связанная с ним, вот, и Кришна каждому дает какие-то возможности, вот у меня есть какая-то возможность проявить, подарить что-то преданному, вот, от имени Кришны, потому что Кришна мне это дал, теперь я передаю это преданному, вот, то есть когда преданный так настраивается на Кришну, он начинает чувствовать постепенно любовь Кришне к преданным, и Кришна даже изнутри преданным может давать эту интуицию, что преданному надо подарить, что преданным, в чем преданный нуждается, вдруг такое приходит изнутри ощущение, и преданный подходит и говорит, ты знаешь, я тебе вот хочу это подарить, не знаю, почему именно это, но чувствую, что тебе это надо, и преданный такой, как ты догадался, я только об этом, вот, у меня такая, вот так, мне это нужно было, да, то есть так, может это проявиться, через преданных Кришна может проявлять свою любовь. И преданный может чувствовать таким образом любовь к Кришне через преданных. Но вот преданный, чем отличается от материалистов? Материалист тоже может от души что-то давать, от себя. Но в результате тот, кто принимает такой дар, он может чувствовать, что теперь он должен ему тоже что-то взамен отдать. То есть он как бы должен что-то... То есть возникает вот эта взаимозависимость какая-то. А тот, кто отдавал, он тоже чувствует, теперь этот человек мне задолжал и будет его тянуть, должок забрать. Это называется кармические отношения, то есть отношения кармы. Вот. Раз я отдал, теперь кто-то мне что-то должен. Но духовные отношения, они другие, они бескорыстные. То есть там нету этого мотива, потому что преданный понимает, мне ничего не принадлежит. Но мне дано пользование кое-что, и поэтому я могу сделать какой-то подарок преданным, могу как-то использовать эти вот данные мне возможности. Поэтому я просто передаю, Кришна мне дал, я передаю это. Вот. Я чувствую, что Кришна... Вот. Ну, как бы... Чувствую, что этому преданный нуждается в этом. Вот. И преданный, как бы... Как проводник любви Кришны тоже дарит это преданному другому. Вот так возникают такие чистые отношения. Вот. Если в семье преданные не используют, ну, как бы не видят друг друга как частички Кришны, и себя забывают тоже, как слуги Господа, даже если они вступают вот такой, как бы, обмен, через некоторое время это может накопиться, и в какой-то момент они могут начать выставлять друг другу счет и говорить, я тут тебе готовлю, готовлю, а ты до сих пор не сделал то-то, или не сделал это, или не подарил мне то. Вот. То есть начинаются претензии, ожидания какие-то. Вот. Так отношения начинают разрушаться. Сразу же, когда вот эта корость появляется в отношениях, начинается дистанцирование. А дистанцирование делает людей несчастными, да, то есть люди чувствуют напряжение какое-то в отношениях, в конце концов, так возникают разводы, семьи разрушаются, люди тоже, друзья разрушают отношения. Вот. Поэтому научиться именно действовать, вступать в этот любовный обмен на таком бескорыстном уровне, это очень такая особая, не такая простая, как с первого взгляда может показаться, задача. То есть здесь нужно еще настраиваться определенным образом, что вы просто проводник любви к Кришне, когда вы дарите кому-то. Или когда вы принимаете, тоже важно видеть этого преданного, который вам что-то дарит, как милость Господа, да, то есть принять это с любовью. Вот. И, конечно же, преданный, отвечая, принимая с любовью, он тоже увеличивает счастье в сердце и любовь в сердце того, кто дает. Кто-то, кто дает. Я, знаете, я однажды, мы с преданными приехали с группой на Радхакунду на Парикраму. Вот. Мы возили преданных в Дхаму, в группу, и где-то человек, наверное, 100-150 было преданных. Может, даже 200. В общем, такая большая достаточно группа. Вот. И мы зашли там в одно место. Должен был прийти, я не помню сейчас точно, кто был проводником у нас. Мы пригласили ученика Шилы Парупады. То ли это был Гопи Паранатхана Прабу, то ли Маханитхи Махараш тогда еще. Вот. То ли Динабанху Прабу. Ну, в общем, кто-то из старших преданных должен был подойти в определенное время. Мы пораньше приехали. И я преданным привел их на Радхакунду. И вот мы там договорились в определенное время, что придет этот преданный в 9 утра, что ли. Ну, так. Мы пришли, уже было 8, начало 9-го. И я преданным сказал, преданный, у нас есть один час времени, чтобы принять завтрак. Потом придет наш как бы вот гид, который поведет нас по Радхакунде. Поэтому давайте сядем вот здесь во дворе. Мы зашли во двор нашего храма там на Радхакунде. Там есть Исконовский храм. Вот. И там есть внутренний двор. Там расселись преданные. Вот. И я там объявил преданным. Дорогие преданные, сегодня мы будем очень необычным образом кушать завтрак. Обычно я просил всех преданных взять завтрак с собой. Каждый, кому что нравится. Каждый себе покупал по диете, по вкусам. Но сегодня, говорю, мы примем особые, мы в таком особом месте находимся. Я предлагаю особым образом принять сегодня завтрак. Вот. Вы просто раздайте весь тот завтрак, который вы привезли для себя, другим преданным. И это такое, знаете, вначале повисла такая пауза. Все так замолчали, напряглись так сильно. Я подумал, наверное, я перегнул, наверное, слишком уж поделиться, это одно, как бы, раздать все. Это вообще просто. Я говорю, просто раздайте. Ну, я начал их вдохновлять. Попробуйте, да, любовный обмен. Ну, в общем, предные начали, деваться некуда, но попались, да, что делать, Радхакунда. В общем, предные начали раздавать. И, в общем, они раздали. А другие предные же им начали приносить. И они что-то так вдохновились, начали раздавать то, что им начали. В общем, они вот это все начали перераздавать друг другу. В общем, я час их не мог остановить уже. То есть, они так вошли в это все. И все потом говорили, мы даже не завтракаем, мы так уже сыты вот этой любовью, то есть, они напоили, накормили друг друга этой любовью, что нас просто, говорит, распирает, мы хотим отдавать. Да, то есть, вот это вот интересный опыт. И потом, и самое интересное, что в конце, когда перед отъездом дхамы, я спрашивал у премных их самые такие, ну, ценные реализации, практически все говорили, что одна из главных реализаций, которая у нас была, это вот этот любовный обмен на Радхакунде. Вот, интересный, да, то есть, момент. Вот, то есть, когда вы соприкасаетесь вот с этой чистой какой-то, ну, энергией, то есть, ваше сердце пробуждается и вот вступать в этот любовный обмен, это очень классная вещь. Вот, постарайтесь, когда вы идете в общество преданных, медитировать на то, чтобы, ну, вот вступить, по крайней мере, ну, с несколькими преданными в такой любовный обмен. Кому-то просад дать, кого-то, может быть, приобнять, с кем-то поделиться, там, не знаю, сокровенным. То есть, приходите в общество преданных, чтобы вступать в любовный обмен. Вначале, может быть, это хотя бы с кем-то, но постепенно, вообще, это смысл вообще общения с преданными. А потом, соответственно, и с другими людьми, вот, с кем вы соприкасаетесь с жизнью, тоже нужно проявлять этот любовный обмен. То есть, преданность живет в этой культуре любовного обмена. Вот, не обретя этой культуры, как мы можем воспевать святое имя должным образом, как мы можем сойти с этой платформы оскорбительного воспевания. То есть, оскорбительное воспевание это означает, что эгоист по-прежнему живет в сердце, он все время там, кого-то критикует, кому-то там, в общем, что-то жаждет, то есть, вот эта вот дефицитность в сердце, то есть, постоянно, ну, в общем, совершает все эти оскорбления какие-то в своей жизни. То есть, это просто культура сердца. Но когда мы переключаемся в культуру любовного обмена, происходит вот эта трансформация, то есть, сердце, сознание преданное меняются, и тогда туда входит святое имя. Поэтому Руба Госвами начинает говорить о, собственно, воспевании, он говорит аж в седьмом стихе с нектаром оставлений, Шриупа Дешамриты. Хотя преданные уже воспевают святое имя с самого начала, тем не менее, он еще не подчеркнут, подчеркнут другие моменты, которые важны очень. И вот эта культура любовного обмена между преданными, это очень важная культура, которой нам всем важно учиться и развивать ее. То есть, учиться делиться, учиться, ну, постоянно обмениваться. Вот, ну, наверное, то, что я хотел в качестве вступления сказать, можно тогда, если есть какие-то желания чем-то поделиться или что-то спросить. Давайте, да, начнем обсуждать. Пожалуйста, поднимайте руки. Так, Олеся, пожалуйста, да. Харе Кришна, мой поклонен. А, у меня такой вопрос, я только начинала, да, пришла в общество преданных, познакомилась, мало еще книг, то есть, мало лекций, ну, даже почти ни одну не прочитала. У меня была вот эта вот потенция, да, какая-то, все приходило, мне хотелось делиться, и все получалось, как бы это делать, и сокровенным делиться, и просадам, мне приходило все. Но вот с течением времени как-то вот, чем больше слушаю, больше читаю, почему-то это как будто бы уходит, такой опыт, хотя опыт есть, да, уже намного больше, чем тогда было. И с чем это связано? Ведь я, у меня же есть опыт, что действительно все возвращается, что оно приходит, а желание отдавать, как будто вот я, наоборот, не могу насытиться, я начинаю лучше чувствовать вкус просада, да, тогда я иногда не так чувствовала, сейчас я намного больше ценю это все, и я не могу насытиться, я не могу наесться, я не могу этим поделиться, потому что мне самой как будто не хватает, вроде как дефицит какой-то усиливается. Подскажите, почему это может быть? По разным причинам, может быть, может быть, нам не хватает какого-то общения, чтобы нас вдохновляли, да, по-прежнему. Вначале, когда преданный приходит, так или иначе, это все новое, вот этот вот, он соприкасается, знаете, с чем, то есть обычно на нового преданного проливают очень много преданной любви, знаете, и просад, и то, и это, и подарок тебе, вот и то, и это просто взрывает сердце, вы начинаете тоже отвечать, все, а потом вы уже становитесь как бы уже своим, уже такого, так уже вас не встречают, может быть, то есть как будто бы, происходит переход в какую-то другую культуру, на самом деле, это должно быть между преданными, вот, поэтому я не знаю, то есть, с чем точно это связано, но вот возможно, что с этим, то есть преданные, ну как бы, проявлять любовь к начинающим каким-то людям, но потом, когда человек перестает, они уже перестают, да, проявлять, теперь нужно отдавать, служить, 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 и вроде преданные служат, служат, но вот от других не всегда чувствуют любовный обмен, вот, хотя на самом деле, ну, во многих местах это есть, я так сейчас, наверное, слишком утрирую, вот, но, наверное, надо перезагружать иногда свое какое-то сознание Кришны, переосмысливать, что я делаю, и как-то сознательно прилагать усилия, другая причина, которая может быть, это наша нестабильность еще на вот этом пути становления духовной жизни, то есть, говорится, анишхита, баджанакри, или предное служение нестабильное, то есть, иногда есть энтузиазм, иногда вот, нету, вот, и, есть склонность как бы переключаться опять на свои какие-то желания, на свои нужды, то есть, и предный переключается опять в какое-то потребительское настроение, то есть, наверное, самое важное, что нам важно делать друг другом, это вдохновлять быть вот в этом настроении ученика, слуги, и делать это, и еще одна причина, о которой, наверное, я скажу, это в целом, может быть, знаете, как Шила Пропада говорил, что нужно кипятить молоко однажды, то есть, он сделал такое заявление, что у нас уже много членов, и нам надо кипятить молоко, кипятить означает делать преданных более зрелыми, более осознанными, иногда вот этот баланс не поддерживается в общинах, то есть, может так наступить, что привлеклось много людей, но потом они как бы, как из-за недостатка общения опять скатились, привыкли уже к новизне какой-то, и остаются в своем материальном таком сознании, даже начинают включать какие-то претензии, ожидания, и вот возникает какая-то атмосфера, в котором как-то трудно обмениваться любовью, скажем так, вот, поэтому, да, вот здесь разные могут быть нюансы, то есть, я вот сейчас, это мое размышление как бы на эту тему, может быть, кто-то тоже что-то имеет, но если вы находитесь в хорошем общении и регулярно, да, то есть, медитируете на это, сознательно стараетесь это делать, всегда будете получать такой хороший результат, и тут, конечно, важно не делать это в духе благодетеля такого, то есть, сейчас я пойду, проявлю любовь, и мне тогда дадут тоже любовь, это уже такое корыстное настроение, то есть, я должен получить что-то, и вы отдаете, а получите, да, обязательно получите какой-то, да, кто-то вам не любовь вернет, а что-нибудь другое, вот, поэтому важно настраиваться на вот это вот чистое, какое-то бескорыстное чувство, просто порадовать того преданного, тому преданному послужить, тому преданному послужить, вот, иногда, наверное, какой-то опять дефицит охватывает наше сердце, то есть, тоже может быть, как вам, Олесе? Ну, вот, я увидела все эти аспекты перечисленные, ну, в какой-то мере они присутствуют, да, спасибо огромнейшее вообще, Суббир, Али Кривична. Да, важно найти такое общение, в котором мы сможем поддерживать это правильное настроение и сознательно просто идти и стараться культивировать это. Постепенно, постепенно наше сердце будет расширяться, то есть, тот, кто проявляет любовь, начинает все больше и больше получать этого, то есть, это такой закон любви. Так, матха-ви-радха, матха-ви-радха, Кри Кришна, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу очищения сердца. Правильно ли я понимаю, что очищение от анарт начинается на уровне анартханеврити, а анартханеврити идет после того, как мы получаем, ну, после баджина-крия. Баджина-крия начинается после получения дикшинициации. Правильно ли я понимаю? Скажите, пожалуйста, подробнее. Спасибо большое. Да, обычно говорят, вот классически это так, но, то есть, это когда преданный начинает служить под руководством духовного учителя, но у нас в ИСКОМ нашим главным учителем является Шила Пропада, то есть, мы следуем его предписаниям, то есть, в каком-то смысле, даже начинающий преданный, который начинает следовать предписаниям программе, которую дал Шила Пропада, повторять круги, следовать утренней программе, изучать Шимадбагава в обществе преданных, то есть, он уже занимается Баджина-крией. Но Баджина-крия, она идет после Садхусанги, то есть, Садхусанга, вот этот вот этап, а Садхусангу как раз олицетворяет вот этот стих, вот этот стих Нектарь и Наставление описывает ступень Садхусанги, до этого была ступень Шрадхи, вот эти первые три стиха описывают ступень веры правильные, то есть, преданная, его вера должна быть, ну, как бы, вот проявиться в виде того, что преданный вот начинает следовать определенным образом, то есть, жизнь у него как бы упорядочится. Вот, а четвертый стих описывает, что преданный начинает вступать в этот любовный обмен, то есть, Садхусанга. В процессе такой Садхусанги, да, то есть, преданный, соответственно, начинает служить, получает вдохновение, получает понимание, как служить, начинается настоящая Баджанакрия и очищение происходит тоже, анарханеврити тоже начинается, премны тоже начинают, там возникают сложные какие-то ситуации, даже между преданными, анарханеврити выворачивает что-то, вылазит наружу, вот, и если мы находимся в ученическом настроении, поддерживаем друг друга, тогда будет легко пройти этот этап очень быстро преданный, становится устойчивым преданным, вот, с устойчивым энтузиазмом, но если такого, такого глубокого общения нету, тогда будет непросто очиститься в таком индивидуальном, каком-то своем отчужденном состоянии. Гита Махатмия, Маташа, пожалуйста. Харе Кришна, Киша, с вами Махараш, приняйте, пожалуйста, мои поклоны. У меня два вопроса, можно сказать. Первый вопрос возник, как обмениваться любовью в санге, которая проходит онлайн? Потому что, ну, когда люди встречаются вот в ядре, мы встречаемся очень редко, а большую часть времени я провожу именно в санге, которая онлайн проходит. И хочется там улучшить такой любовный обмен, чтобы как-то это было и для себя, чтобы знания лучше усваивались, потому что, когда атмосфера меняется, то тогда как-то знания укладываются получше. Это первый вопрос. А второй вы говорили вот о том, чтобы делиться реализациями своими, но, наверное, реализациями, которые уже устоялись у тебя, не то, что ты вот сейчас ты ее получил и ты побежал делиться, она же исчезает моментально, как-то она теряется сразу. Спасибо большое. Ну, чем в онлайн мы можем делиться, в основном это вот гухьяма актиати притчхати, здесь трудно передать через онлайн парсад, только можно соблазнить парсадом, хотя чисто как бы передать позыв любви преданной, я всех вас угощаю голабджамоном, то есть аява с халавой, конечно, такой преданным все равно будет чувствовать такой эмоциональный обмен какой-то любовью, вот, это тоже такой возможный вариант, однажды несколько наших преданных, насколько я помню, это был Говиндома, Харашин Драдюна с вами, кто-то еще, в общем, они попали, их арестовали в одной мусульманской стране, вот, и посадили в тюрьму, в тюрьму, в общем, следственный изолятор, и, соответственно, в этой стране было запрещено проповедовать другую религию, то есть их ожидало очень какая-то, ну, могли очень серьезно наказать, ну, в лучшем случае депортировать из страны, а в худшем случае могли серьезно там сесть в тюрьму, вот, и преданные проголодались в какой-то момент, сказали, слушайте, мы проголодались, что делать, вот, там же как бы просада нет, и тогда кто-то предложил, а давайте пир для Кришны приготовим, вот, в уме, в уме же тоже можно, да, послужить, и они начали готовить в уме, кто-то готовил сладкие блюда, кто-то соленые, то есть друг другу, да, даже это рассказывали, в общем, такой медитации, они в экстазе, потом они это предложили Кришне, этот пир, 108 блюд там, или сколько, и потом начали кормить друг друга, это все вот в таком, как бы, ну, в уме, и просто общаясь друг с другом, там, Говинда Махараш, попробуй этот Гулабжамон, да, то есть так протягивают, ммм, какой Гулабжамон, и в общем, они так, в конце концов, да, и в полном экстазе они так вот обменивались друг с другом, в конце концов, щелкнул замок, вошел офицер такой, грозно на них посмотрел на всех и сказал, мы думали, что вы миссионеры, а вы сумасшедшие какие-то, вон отсюда из тюрьмы и выпустили их из тюрьмы, да, но это такой пример, что, видите, у них, нету просада, будем в уме тогда готовить и вкушать, Кришну покормим и сами примем, такой любовный обмен был, вот, но обычно премьерные так не делают, но вот этот вот обмен, по крайней мере, какими-то пониманиями в сознании Кришны, обмен реализацией может быть вопросы и ответы, да, то есть это ну вот способ, как мы через онлайн вступаем в любовный обмен, поэтому вы собственно и участвуете, потому что вы чувствуете, что вы наполняетесь, так, что касается второго вопроса, напомните, что-то я вылетел у меня, второй вопрос о чем был? По поводу реализации как раз, по поводу реализации, да, 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 все в форму, по поводу реализации, как раз наоборот, то есть если к вам пришло какое-то понимание, вот, вы можете обсудить это с предназием, чтобы углубить это понимание, чтобы это стало устойчивой реализацией, если правильно это делать, вот именно в контексте любовного обмена, то тогда вы не потеряете эту реализацию, если же вы попытаетесь этой реализации похвастаться, то есть проявить гордыню, вот тогда вы ее потеряете, а если вы как ученик хотите ее как бы углубить, Кришна вам что-то дал, но я как бы лишь только поверхностно это понимаю, преданный, помогите понять, вот эта мысль сейчас пришла, я правильно понимаю или нет, как вы это понимаете, да, и преданный начинает тоже делиться, и кто-то что-то такое вдруг через кого-то проявится, вы такие, вау, все, спасибо большое, так эта реализация становится, глубоко входит в вас, но если вы начинаете этим гордиться, да, и хвастаться, то вы потеряете, в этом случае лучше молчать, спасибо большое, второе замечание очень ценно, гордыня, это такая штука, господи, прости, как бы с ней справиться, так, так, Ирина, пожалуйста, Харикришна, спасибо за лекцию, очень интересно, актуально, легло все на сердце, у меня такой вопрос, а вот этот дарить, да, и принимать дары, а есть разница дарить старшему, равному, младшему, или без разницы какая категория? Ну, следующий стих, пятый стих, будет говорить как раз о взаимоотношениях уже с разными уровнями преданных, то есть у нас должны быть отношения со всеми уровнями преданных, и нам нужно потом в любовный обмен учиться делать с преданными разных уровней тоже, не только с равными, или не только со старшими, то есть обычно старшим несут дары, а младших не замечают, на самом деле иногда больше надо младшим давать дары, они больше нуждаются, вот, то есть тут как бы вот преданным важно иметь отношение со всеми уровнями преданных, то есть если вы хотите, ну, такого зрелого сознания Кришны, то это важно развиваться в этом, поэтому следующий стих как раз он будет об этом говорить, что есть преданные разных уровней, есть те, кто только-только начали повторять Харинама, есть те, кто уже получили посвящение серьезно, поклоняются божествам, то есть это уже Матхи Матхи Кари, и есть те, кто находится на высотах духовного сознания, Утам Матхи Кари, то есть им всем нужно служить, и есть, соответственно, преданные, примерно одинаково с нами уровня, преданные более младшие, есть преданные более старшие, вот, естественно, со всеми с ними будет немножко разный оттенок вот этих, вот этих, этого любовного обмена, да, то есть к младшим будет больше сострадания и желания помочь им, да, то есть такое вот из сердца должно выходить, с равным такой, как бы, знаете, скорее такая дружеская какая-то вот любовь, вот, к старшему уважение и желание вот как-то выразить свою благодарность, да, даря ему подарок, то есть немножко разный оттенок, то есть есть вот этих вот настроений, вот, так преданные получают целую спектр вот этих любовных отношений и со старшими, и с младшими, с равными, его душа исцеляется в такой культуре, потому что преданный может быть очень открыт к отношениям со старшими, но очень закрыт к отношению с равными и с младшими, например, или чаще всего наоборот бывает, чаще всего бывают закрыт к отношениям со старшими, потому что очень ранен был в детстве, может быть старшие там подавляли или еще как-то боль какую-то доставили, вот, и это может быть таким, как, знаете, страхом неким вступать в отношения со старшими, с равными тоже нет какого-то может быть опыта, не было дружбы никогда, вот, ну, поэтому остаются только младшие и от них попытка получить от них все, и заботу родительскую, и все, 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 то есть не получится, то есть будет какой-то дисбаланс, вот, то есть это, это да, важно, с разными уровнями. спасибо, вот еще один вопрос, когда читали Нектарное наставление, там была такая фраза, желание определяется кругом общения, да, то есть получается, если у меня есть общение, то у меня есть желание, если нет общения, то желания нету, да, насколько это правда? разновидности желаний, то есть если вы остаетесь одна, означает, вы остаетесь в сообществе своего ума, то есть одна вы никогда на самом деле не будете, то есть у вас вы будете все равно общаться, либо с материальными объектами какими-то, то есть если вы ни с кем не общаетесь, вы будете общаться тогда с телевизором, с компьютером, я не знаю, там с кошкой, с собакой, все равно это круг общения определенный, только в Брахмане нет общения, там как бы вот когда вы сливаетесь с Брамаджоти, то есть там ничего нет, ну а так все зависит от того, в каком состоянии бытия мы собственно находимся, поэтому нам важно, конечно, мы может быть не можем в силу обстоятельств быть все время ну в общении только с преднами, приходится ходить и на работу, то есть общаться с людьми в транспорте где-то, в городе, но что важно делать, то есть важно стараться видеть этих людей как частичек Господа, вот, и стараться вступать с ними вот именно в такие какие-то отношения духовные, причем не обязательно говорить прямо вот, прямо о Кришне, чтобы в духовные отношения вступить, вы должны просто видеть их как частичек Господа и стараться от души что-то говорить, что-то делать в соответствии с этим, тогда эти отношения тоже будут вас не опустошать, вы будете даже наполнение порой чувствовать особенно когда кто-то из людей пробуждается и знаете начинает какие-то вопросы задавать такие глубокие или делиться чем-то ценным что вдохновит вас тоже в духовной жизни вот но в общении с преданными это там где мы можем собственно проявить всю глубину этих отношений вот но если общение с преданными не достает а преданность стремиться общаться с материстичными людьми и смаковать их вкусу то тогда его желание тоже определяться этим общением тоже у него через некоторое время желание такие появятся но есть это пословица с кем поведешься от того и наберешься понятно хорошо спасибо большое александра пожалуйста спасибо вам большое за встречу вы знаете сейчас под впечатлением еще нахожусь вот вашего большого такого семинара 19 года слушать начала недавно про миссионерское видение швила прабхупаты где вы рассказываете про духовной технологии пока вот только про первый принцип да и как бы ну вот сейчас слушая вас я правильно понимаю что вот этот любовная мен это же тоже как одна из вот этих как раз духовных технологий которые должна привести вот к этому балансу и в личности и как бы в санге и соответственно если ну вот правильно вот это вот использую как бы видение есть да вот это верное духовное то результатом в санге должно быть некое объединение преданных и таким образом можно будет ну отслеживать то есть правильное действие то есть свои мотивы то есть ну вот это хочу отточнить да совершенно верно и этому больше соответствует наверное даже восьмой восьмая цель которую шила пропада там формулирует кстати если у вас есть записи скиньте пожалуйста вот в этой ученической санге там может быть другие премии тоже хорошо я не знаю где они сейчас выложены эти записи этих вот то есть это важная тема миссионерское видение швила пропада которую он сам сформулировал и там очень глубокие конечно важные понимания для нашей духовной жизни и одна из них это действительно иметь как бы вот возможность как проводить какое-то время вот такой атмосфере которая собственно соответственно атмосфере духовного мира как тхама да то есть построить там говорится духовный город вот где преданный может вот попав туда приступать вот в этот любовный обмен и просто быть в этой духовной атмосфере конечно у нас наши центры искон это своего рода филиалы тоже духовного мира где тоже эта атмосфера важно проявлять но не всегда она бывает такое не во всех центрах всегда бывает прям такое насыщенное но нам надо стараться делать все чтобы такая атмосфера проявилась тоже там для этого эти центры собственно и существует чтобы преданные приходя туда могли вот ступать в эту другую культуру и как бы знаете как перезаряжаться перезагружаться опять сознанием кришны и тогда будет сила вот эту культуру любви распространять вокруг себя среди других людей ступать в любовный обмен а не в корыстный просто обмен вот поэтому да это такая важная составляющая то есть шива пропада пишет об этом спасибо 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 большое большое арии крична да пожалуйста анатолий только микрофон включите арии крична дорогие преданные арии крична другой махарадж большое спасибо за замечательное общение вопрос знаете какой у меня вы говорили много про любовное общение процесс принятия духовного учителя принятия дикше он как-то усиливает этот обмен любовный обмен по этому поводу можете рассказать это уже должно быть наверно следствием такого любовного обмена да то есть когда преданный слушает другого преданного то есть он чувствует вот это какое-то на пробуждение вот общение с ним соответственно следствием этого пробуждения может быть то как шилла пропада пишет читание чритам риты что тот кто регулярно дает обычно наставление на будущем он становится дик шагуру то есть точек шагуру который регулярно дает наставление чьи наставления они пробуждают в нас сознание кришны да это собственно есть дар любви милость наставлениях как говорится на вот так же конечно это может быть и другое это может быть и обмен просадам тоже включаться сюда и другой то есть это все углубляет отношения и преданный может почувствовать и сделать такой выбор это следствие уже любовного обмена если бы этого не было то как я его просто формально что ли принимаю потому что он там назначен или еще что-то духовный учитель не назначается он как раз происходит вот это вот взаимодействие духовное взаимодействие соответственно так возникает связь и желание углубить эти отношения эту связь через дикшу да то есть это благодаря этому происходит углубление еще до связи отношений так амад хавират хаматаши пожалуйста а скажите пожалуйста какие качества нужны нужно себе культивировать для получения второй инициации но преданному важно вступить вот в этот любовный обмен о котором мы говорили причем важно уметь это делать то есть говорится что собственно вторая инициация она уже характеризует предного который старается развить себе качество мадхи амадхи кари да то есть преданного среднего уровня такой преданный он строит взаимоотношения с четырьмя видами личности по разным верховному господу он проявляет премию буквально говорится ну конечно не чистую премию что но проявлять любовь то есть на насколько он может на его уровне преданность вот по отношению к преданным маэтрих то есть вот этот дружелюбие и любовный обмен с преданными со всеми уровнями причем равный младший старший по отношению к невинным сострадания и по отношению соответственно к людям а к людям агрессивно настроенным то есть такой преданный избегает каких-то конфликтов с ними чтобы не усугублять их еще ситуацию но не послушать оскорбления тоже вот то есть преданный вот может стремиться к этому конечно там есть какие-то конкретные эти самые описанные стандарты что у преданного важно чтобы у него была группа духовного общения чтобы он уже был в санге да то есть вот в этом любовном обмене другими словами важно чтобы преданный имел определенный уровень философского понимания поэтому там требуется изучение определенных книг бахтишастры на определенном уровне общее какое-то видение должно быть знание вот так же важно преданному уже развивать вкус к служению господу иначе как он может к нему любовь проявлять если он вообще ничего не делает для него соответственно второе посвящение оно позволяет буквально даже зайти на алтарь в храме и там что-то делать углублять так вот конечно же такой преданный уже принял должен медитировать на то чтобы принять миссию шилы правопады и собственно нашего духовного учителя духовного учителя это тех кто собственно приняли в своем сердце миссию шилы правопады это миссия парампоры наши по сути дела глубоко в сердце то есть такой предный тоже хочет расширять движение как-то служит помогает по мере возможности участвует то есть есть такое вот желание уже отососляет себя с этим с этой миссией что ли вот то есть другими словами предный должен избавиться уже такого индивидуалистического какого-то вот настроение иметь вот это настроение ответственности в обществе преданных тогда его с удовольствием рекомендует и скажет вот это очень ответственный преданный очень принимает ответственность служение в общении то есть вот и мы его видим все время да то есть вот он такой активным мы готовы его рекомендовать да или он или она готовы для того чтобы принять такую ответственность иногда говорится что когда преданный получает первое посвящение то есть в этот момент хотя это не совсем так но как я это чувствую то есть на первой инициации это даже более главная инициация потому что самое святое имя это главный наш метод но тем не менее это еще такое скажем начальное скажем установление отношений когда второе посвящение то преданный какой-то более глубокую ответственность уже принимает поэтому иногда говорится что в этот момент духовный учитель уже принимает ученика вот на самом деле первое посвящение тоже происходит это принятие на самом деле раньше было одно посвящение то есть состоящие из нескольких этапов и не снизу никаких элементов шила прорпада разделил на два как и баксон бакси сан-сарасвати тоже делал вот потому что ну таким образом давая людям постепенно проходить этот процесс инициации сам по себе это говорит о том что процесс инициации это процесс они обряд вот и он заключается в том что вы изменяете свое материалистичное сознание в сознании кришны вот когда сознание кришны полностью разовьется можно сказать что вы прошли инициацию вот а сам обряд это часть этого процесса посвящения так пожалуйста наталья да вижу руку поднимаете хари кришна примите пожалуйста мои поклоны очень интересная лекция благодарю вас мои поклоны всем преданным ну вот что касается там дарить у меня хорошо получается я думаю мне очень нравится когда делиться с чем-то вот но у меня есть такой вопрос что значит вот делиться сокровенно вот часто бывают ситуации с преданными в общении когда начинается чем-то разговор такой задают вопросы и вот иногда так вот хочется поделиться тем что на сердце есть а духовная наставница меня останавливает потом говорит что ты не должна всем вот так вот открыто делиться с каждым вот есть такие моменты когда вот но кришне может не понравится что-то там достаточно сокровенные какие-то вещи что ты можешь рассказать кому-то или кто-то подумает что ты просто хвастаешься вот тогда вот вот такие моменты расскажите пожалуйста как правильно что значит делиться сокровенно вот спрашивать да спасибо большое это не важный момент вы затронули на то есть есть такая действительно что не всеми вещами не всем сокровенно можете делиться то стоит тем или временным преданным ну например если перед вами младший то делиться какими-то своими сложностями в духовной жизни для него может быть травматично вообще то есть если он услышит что у вас есть проблемы то есть он вас может быть воспринимать как старшую и вдохновляется всеми оказывается такие проблемы если у нее такие проблемы то я вообще как бы там и все и у человека может кризис веры наступить поэтому этим не нужно делиться но вот с равными это как раз будет уместно да то есть опять же есть разные уровни преданных и с ними по-разному то есть разные темы мы можем с ними обсуждать и делиться вот и когда поэтому правильно наставница вам говорит что нельзя всем вот прямо вот так в широкой аудитории делиться но если преданные включены если они все если там нет вот таких знаете вот просто пришли там типа со стороны по понаблюдать там пооценивать это может у них усилить какое-то чувство критицизма то есть даже оттолкнуть людей может осознание кришны если вы чем-то поделитесь и таким образом вы как бы не поспособствуете прогрессу преданного и поэтому эту реализацию можно потерять из-за этого кришна будет недоволен заберет вот поэтому соответственно ну здесь вот не знаю какая то должна быть что ли интуиция у преданного где и чем можно делиться вот но делиться это важно и конечно если вы приходите на намахату то важно там вот это настроение проявлять вот когда все члены намахаты начинают делиться но своими какими-то успехом или даже неудачами сознание кришны это возможно делать только в ученическом настроении когда у всех пробуждается настроение искренних учеников вот такой атмосфере искренних учеников можно делиться какими-то своими до реализациями все они тогда правильно их поймут как часть ученичества но если люди не в таком настроении с ними надо тогда осторожнее то есть может быть как раз с ними можно поделиться о том как как вы реализовали вот это настроение как что такое ученическое настроение и настроение потребителя да и как поделиться как вы сами когда вы приняли это настроение ученика как у вас снова открылось сердце там или еще что то то есть вот на эту тему с ними как раз можно делиться, потому что для них это актуально. А вот делиться чем-то другим, более глубоким, как Кришна вам, может быть, дал удовлетворение от вашего служения Божества, они могут не понять, даже позавидовать или даже начать критиковать, говорить это Сахаджия или еще что-нибудь. То есть у вас будет чувство опустошения и как будто вам в душу наплевали. Поэтому необходима какая-то, наверное, чувствительность, зрелость, учиться этому. Но сам процесс важен, просто нужно видеть, с кем вы и чем делитесь, какова потребность тех людей. Нормально, да? Да, да, спасибо. Да, видите, сколько нюансов, оказывается, вылазит еще. Спасибо большое, благодаря вам. То есть так вы тоже затронули грань. Харея Кришна. Так, хорошо. У нас еще есть минут 20, то есть если есть какие-то любые, может другие, не обязательно по этой теме вопросы, может быть, еще какие-то вопросы есть, можно их обсудить. И либо просто поделиться, что для вас было сегодня важным, тоже собрать такую какую-то смыслы, которую мы сегодня проговаривали, что было важным для вас. Да, Мадха-Вирадха, пожалуйста. Спасибо большое. Вот у меня вопрос не по теме, но вот я хотела бы узнать по поводу вот… Вот если так сложится, что в жизни ни разу не попадешь в Тхаму, ни разу не совершишь омовение в Радхакунде, то получается, не достигнешь совершенства? Или вот что это значит? Просто же есть вот пять могущественных вот этих вот процессов предного служения, одно из них – проживание в Тхаме. А вот если живешь не в Тхаме… Объясните, пожалуйста. Да, этот элемент проживания в Тхаме можно компенсировать тем, что вы в своем сознании должны там находиться, вот. И вы можете превратить свой дом тоже в Тхаму. Храм – это тоже проявление Тхамы, то есть это проявление обители Кришны, как посольство Духовного мира. Вот. И я 15 лет возил группы в Индию, и потом мне многие преданные делились, что когда они возвращались домой, и делились преданными в храме реализациями, и они говорят, дорогие преданные, вот мы сейчас вот находимся здесь в храме, мы чувствуем, что здесь есть Бриндаван, то же самое вот ощущение. Здесь тоже Бриндаван, здесь тоже Святая Дхама, то есть вот такая реализация у преданных. Вот. Также, когда вы развиваете сознание Кришны, Бриндаван входит в ваше сердце вместе с Кришной. Поэтому, даже если вы никогда не были, может быть, физически во Вриндаване, вы можете там оказаться просто в Бхагаватам, это Вриндаван. Десятая песня Мадбатам описывает Кришну во Вриндаване. Читая эти игры, вы попадаете во Вриндаван. Да, то есть, так постепенно, по мере того, как Кришна проявляется в вашем сердце, Вриндаван тоже проявляется. Вы начнете как бы чувствовать его, ну, как-то вот сознавать, даже видеть его, даже во сне вам могут сниться, вот, Вриндаван. Есть книги, которые хорошо описывают это, например, Шавара Махараджа написал целую серию книг о Вриндаване, то есть помогая преданным. Ну, самое простое, это книга Кришны, прежде всего Шилы Праупады. Вот, и просто служите, да, служите в миссии Шилы Праупады, не думайте, Кришна устроит, а все равно попадете как-нибудь, если Вриндаван проявится в сердце. Знаете, мне однажды мой друг Шахшаштака Парабовым поделился, говорит, я понял, как можно каждый год ездить в Святую Дхаму. Господь Читания, Господь Нитянанда разбил, открыл рынок Святого Имени, там, в Новодвипе. Вот, и если мы занимаемся распространением Святого Имени активно, то Кришна так устроит, что вам нужно ехать за новой оптовой партией Святого Имени в Новодвипу, вот, и будете попадать. Я, говорит, я, говорит, это вижу, вот, поэтому я приезжаю, служу как можно более активнее, распространяя сознание Кришны, и Кришна всегда устраивает так, что я опять еду в Святую Дхаму. Поэтому просто служите миссии, и там как-то Кришна устроит, не переживайте, я думаю, практически каждый предан, но даже если этого не произойдет, не переживайте, Кришна проявит Святого Дхаму в вашем сердце. Так, Олеся. Ари Кришна, у меня два вопроса, но они для меня как бы связаны. По поводу реализации делиться сокровенным, да, но разве нам реализации даются не для того, чтобы мы ими делились? Ведь, как это говорится, что в сердце живет бхакти, если мы ее не делимся, то она не будет расти, да, то есть какие-то реализации все-таки нам даются, чтобы мы с кем-то поделились. То есть, может быть, не обязательно должны поделиться, я так считаю, что иначе я загоржусь, потому что они появляются, 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 и если не делишься, то они пикачат. Да, я об этом как раз и говорил, что это важно делиться, чтобы это действительно стало, во-первых, углубить эту реализацию, во-вторых, проверить, насколько она, как бы, может быть, действительно реализация, может быть, я что-то спекулирую, вот. А в-третьих, углубить ее, потому что у примерных тоже, может быть, опыт, но мы также говорили, что не всеми реализациями можно делиться во всех аудиториях, да, то есть в некоторых, ну, не со всеми можно делиться такими реализациями, вот. Кто-то может не понять это, с ними нужно, ну, чем-то можно делиться, чем-то нет, поэтому есть взаимоотношения с младшими, старшими, с равными, там, может быть, немножко, как бы, по-разному это проявляться. Либо та же самая реализация, но нужно учитывать, с кем вы это обсуждаете, чтобы перетолковывать это так, чтобы им было вдохновляюще, да, понять этот урок и обогатиться чем-то. Вот. И вот у меня второй вопрос, он, как бы, немножко связан для меня. Вот нам часто говорят наставники, лекторы отвечают на вопросы, что важнее мотив, мотив того, как мы служим. Оно может быть внешне как-то не так выглядеть или ошибочно, в чем-то мы ошибаемся, да, важнее мотив, как мы служим. Но вот я вот, сейчас мы читаем Кришна-Бог очередной раз, и вот Путана, и тоже Кауранга Махапрабу, когда его воры подняли, побежали с ним, да, хотели его украсть, обокрасть, он не смотрел на мотив, он смотрел на то, что они делают, да, то есть Путана дала грудь. И вот этот мотив, когда мы, может быть, даже слишком сильно раскрываемся в каком-то обществе преданных, да, вот, как бы делимся своими реализациями в том числе, а мотив нам такой, чтобы, допускай, я хоть в ад пойду, да, лишь бы кто-то получил благо, насколько он вообще, вот, ну, может быть, насколько его стоит практиковать, этот мотив, или все-таки не стоит так слишком сильно рисковать? Нет, ну, так не надо искусственно подражать великим личностям, вот, потому что подражание Кришне не понравится. Нам нужно стараться медитировать на настроение Шилы Праупады просто и помогать ему, то есть не пытаться самому быть великим, а пытаться быть последователем. Тогда, соответственно, если мы присоединимся к состраданию Шилы Праупады, то есть это сострадание потесчет и через нас, то есть мы как бы станем проводниками его сострадания. А если мы сами пытаемся занять положение Праупады или положение там этого самого Васудова Даты, который вот готов был, так сказать, в ад пойти, принять все грехомные реакции всех людей, то это будет неким таким, знаете, это из гордыни будет. То есть мы не хотим быть последователями, но хотим, так сказать, быть уже вот на этом уровне, переложи на меня там и так далее. То есть что нами движет? Поэтому нужно просто быть смиренными слугами предыдущих учителей, помогать им, то есть чувствуя, что я вот просто помогаю Праупаде, я пытаюсь с кем-то делиться знаниями, передаю. Праупада сострадание имеет. И когда вы становитесь помощником Праупада, вы как бы становитесь проводником его сострадания. И вы сами начинаете чувствовать эту энергию в своем сердце, она как бы у вас начинает пробуждаться. Вот отсюда берется сострадание, а не из, просто не из ума, как бы вот мы тут что-то прочитали, теперь окей, дай-ка я тоже так сделаю. Круто вообще, может господь читания меня тоже обнимет, вот, или прольет милость какую-то. Нет, это как бы, это будет очень, да, вряд ли это будет оценено. Вот, это скорее будет такое, мы пойдем материально, подменим не сострадание, а некая такая игра, как бы будет роль спасателя. Спасателя, я спасатель, да, то есть попытка, как бы вот занять какое-то неестественное для себя положение. Поэтому давайте просто будем последователями Шилы Праупада. И Шилы Праупада тут спасает живых существ, мы просто помогаем ему. Вот, и поэтому у нас тоже иногда что-то получается, Праупада наделяет полномочиями. То есть и сами удивляемся, как это произошло, но даже я почувствовал какое-то сострадание, это все, это милость Праупада прошла через мое сердце, милость Духовного Учителя, да, то есть так. Так, вы здесь, Олеся, что-то я вас потерял. Да, я тут слушаю, да, 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 благодетель у меня большой, спасибо. Олег, конечно. Так, пожалуйста, Юлия. Харик Кришна, дорогие преданные, Харик Кришна Киша Махарач, дорогой, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос про ситуацию в мире. Вот как мы можем помочь своими мыслями, своими медитациями, настроениями, ну, как-то, чтобы у нас был образ дружественного мира. Вот если честно, у меня нет такого образа, потому что мы живем в Кореюбе, и соответственно, наверное, мировоззрение. И, допустим, на уровне государства еще, говорим пополам, какой-то образ есть, да, лидическое государство, ну, какие-то обрывки есть. Но вот весь мир представить себе таким, что все страны дружат, почему-то я не могу. И понимаю, что-то надо для этого сделать, потому что у меня какое-то, ну, ощущение, вот, что недостаток этого любовного обмена к другим людям, может, за пределами нашей страны. Вот какой может такой, на какой образ можно медитировать всему миру в текущих ситуациях, в текущих обстоятельствах. Ну, вот как раз вот этот семинар, о котором говорила, так, кто у нас говорил? А, да, миссионерская деятельность. А, миссионерская деятельность, да там как раз Шила Пропада, он как бы дает вот эти вот задачи, как проявить это, ну, как бы этот мир во всем мире. Конечно, это звучит немножко, как утопично даже кажется, но преданный верит в это, потому что он знает, что этот, этот средство работает, что все живые. То есть у нас должен быть образ просто духовного мира, духовная атмосфера может не зайти сюда. То есть как в духовном мире, да, то есть Кришна в центре, есть все живые существа разные, в разных расах, в разных отношениях с ним, в разных настроениях тоже. Есть даже разные планеты, где они пребывают в разных настроениях. И все эти разные настроения, они проявлены также на этой земле. То есть один народ, он более благовеянным в таком настроении перед Богом. А вот предный Кришна, они вот в таком настроении, вот, и так далее, да. То есть есть вот эти вот разные настроения, и эта духовная атмосфера, она может не зайти сюда благодаря методу Харинама Санкиртаны, очищение сердец людей. Сейчас людям важно дать, наверное, вот эту парадигму личностного Бога, который может, является объединяющим для всех других традиций. Что Бог – это личность, и именно личность может быть разной для всех. Личность означает, что он с одними может так, с другими так. Брахман, он всегда един, то есть там нету как бы различий. Вот, и поэтому его не могут, он не может объединить никого. А личность Бога, он может быть, и у него есть и аспекты имперсональные, и разные аспекты, поэтому и этих людей он объединяет. То есть он всепривлекающий, поэтому, да, то есть, вот. Вот, и, соответственно, подобно тому, как у человека даже есть много имен, в зависимости от отношений с разными людьми, так и с Богом есть разные отношения. То есть вот это универсальное какое-то духовное мировоззрение, которое подымет людей над соперничеством и будет побуждать их к сотрудничеству, вот это есть уже духовная платформа. Пока мы соперничество преодолеть еще не смогли, недостаточно распространено духовное знание, духовная культура. Поэтому что мы можем делать? Во-первых, самим не опускаться на уровень вражды просто и соперничества с другими, а стараться распространять духовные знания и вот это вот послание Шилы Пропады, чтобы возвышать сознание людей. Так постепенно, в общем, как бы, люди будут более склонны договариваться, по крайней мере, а потом и вообще, как бы, да, то есть, чувствовать единство и различие, да, то есть, единство в различиях. Вот это вот истинная духовная культура. Вот за эту культуру, за это мы сражаемся, то есть, это наша миссия, как вайшнавов. А какие-то националистические просто интересы, так сказать, то есть, это, ну, такой, как бы, уровень противоборства все равно. Спасибо большое. Я поняла, да, единство, которое учитывает различия. Да, да. То есть, мы не пытаемся стереть различия, чтобы все были одновременно. Одной нации, там, не знаю, одинаково там. То есть, есть различия, даже в Искон есть различия. То есть, посмотрите, вы видели, как однажды открыли алтарь Радамадовы, и там Радамадова были в китайских одеждах. Прям вот эта вот юбка такая, знаете, китайская такая, круглая. Это так, у нас один преданный читания про Бугу, старший преданный, он так вдохновился, что он подумал, надо, он увидел эти все гопи, тоже были в этих одеждах. Он подумал, надо сделать танец в этих одеждах под музыку эту китайскую. Это же такое тоже, ну, как разнообразие, да, то есть, духовного мира, оно проявляется тоже частично здесь, в этом мире. Вот. И он сделал танец серьезно. То есть, мы когда смотрели, мы как завороженные были. Это что-то было просто невероятное. Так Радхакришна проявились особенным образом. Вот. Очень удивительно, да, видеть эти вот такие проявления. То есть, и поэтому есть разное разнообразие. Даже когда вы приезжаете в разные страны, божества преданных, они похожи на местных, как бы, вот, знаете, он как в Грузии, он грузин, Господь Читания, то есть, немножко на грузина похож. Там в Азербайджан, там он на азербайджанцы. Кришна так, он, знаете, как бы, он, даже когда Господь, когда Кришна женился на 16 108 этих женах, говорится, что он распространил себя в 16 108 форм, и каждый из этих форм, он был несколько другой, немножко разный, потому что он подходил идеально по характеру именно к этой царице. То есть, он, вот, в соответствии с ее характером, идеально у них было сочетание. Вот. Таким образом, у каждого преданного Кришна немножко свой. Кришна так проявляется для него. Кришна вот это может. Он не какой-то однообразный. Он включает в себя все и может проявить себя вот в отношениях с преданным идеальным образом. Поэтому мы все подходим для отношений с Кришной. Вот это вот удивительно. Обычно мы не можем подходить для... То есть, нет такого человека, с которым мог бы иметь со всеми хорошее отношение. Просто вот чисто по гороскопу даже у него будет не сочетание. А у Кришны сочетание со всеми. Нет проблем вообще. Кришна, вы хорошо. Не слышно вас. Что-то слышно. Я вам заканчиваю. Ага. Зависает. Да, что-то зависает. Зависает, да. Вас не было вообще слышно. Ну, ладно, да. Что-то зависло. Но я в целом тоже паузу молчал, размышлял. Ага. Спасибо большое всем. То есть, мы верим, что эта духовная атмосфера единства, она может проявиться. Но для этого нужно пробудить в людях духовное вот это сознание. Вот. И помогать им подняться на уровень сотрудничества. То есть, вот эта культура сотрудничества, это подлинная культура сотрудничества и уважения. Когда есть стремление властвовать над другими, то есть, вот это вот порождает, это демоническая культура, которая порождает, собственно, противоборство и, ну, и, собственно, вражду, войну и все остальное. Спасибо большое. Спасибо, что дарите свое усилие. Спасибо, да, Юля. Так, Олеся, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Юля из Волгограда. Харе Кришна. Так прикольно видеть своих здесь. Вот. Я хотела поделиться. Мы сейчас приехали на волонтерскую встречу «Пища жизни». И они тут прям у них притил акшеном в полной мере любовный ответ. Они кушают, общаются. А я, это Алексей, ушел, а я вот продолжаю здесь пока. Вот. И у меня такой вопрос. Вот у меня прям какой-то урок, что ли, по жизни, что я как бы начинаю какие-то отношения, ну вот с матаджами, да, дружить. И часто так бывает, что вначале, ну, вроде все хорошо, а потом какие-то происходят ситуации, вот как будто как карма какая-то вот идет, и там конфликты, конфликты, и вроде все уже пытаешься прояснить, и все нормально. Вроде опять потом снова какие-то ситуации. И вот у меня прям не первый раз такое, и у меня такое как бы настроение такое, что ну вот несмотря ни на что надо дружить, надо там учиться, строить отношения, там надо вот служить. И сейчас вот у меня уже такое, как бы появляются такие мысли, что ну может быть не надо, может не надо со всеми дружить. И как бы просто, ну вот, ну если не идет, значит не идет, значит надо просто близких по духу как-то выбирать людей, и чтобы все было хорошо. Или вот дружба, это то же самое, что семейные отношения, вот нужно там терпеть, нужно вот пытаться все равно. Но вот не могу никак понять, потому что это прям вот не первый раз у меня такая ситуация. Хотела у вас уточнить, как же правильно себя вести. Да, спасибо, Олесе. Тут, конечно, идеальная как бы ситуация, когда у нас развитое сознание Кришны, то мы можем, ну просто в сути дела, с бесконечным количеством живых существ строить такие отношения. То есть такая просто способность возникает. Например, Нарадамуни даже с демонами мог. Даже демоны его уважали, Камса, почитал Нарадамуни. Вот, Нарадамуни с ним общался и даже как будто бы он, так сказать, открывал ему какие-то вещи, которые были на благо вроде Камсы. На самом деле он исполнял замысел Господа определенный тоже. Вот, но на нашем как бы уровне, на таком начальном, что ли, скорее всего это будет немножко, ну, Шила Пропада даже говорит, не надо с тиграми обниматься-то. То есть тигры могут и, так сказать, проявить свою природу и просто вас съесть, да и все. Вот любовный обмен, хотя это тоже души, но с ними нужно быть осторожнее. Поэтому в этом плане нужно действительно, наверное, поначалу, ну, с кем-то, может быть, нужно просто уважительное отношение иметь, да, то есть, и как будет в следующем стихе говориться, просто в уме оказывать почтение. То есть не враждовать, но дружба будет проявляться в том, что вы просто как бы, ну, не враждуете, не соперничаете, просто уважаете как личность. Но какого-то прямо такого добиваться, что со всеми должны быть такие прям открытые отношения, наверное, немножко будет, ну, как бы утопично, что ли, вот. Тем более, что, ну, и учитывая ваш уровень зрелости и уровень зрелости этих предных, они, может, вообще не готовы еще к таким отношениям. Они еще в сад, они даже, ну, в каком-то вот духовном сознании даже никак не утвердились. Они еще не могут вступать в такие отношения. Но можно пытаться их, им можно дать просад, например. То есть кому-то вы только просад можете дать. Просад никто не откажется, даже собака с удовольствием примет просад. Вот, и тут как бы не будет каких-то проблем. А вот прямо рассказывать что-то сокровенное, то есть, ну, опять же, нужно учитывать аудиторию, то, о чем мы говорили, то есть где и с кем мы говорим. Вот, иногда это может быть неправильно понято, и вы можете чувствовать даже какое-то обесценивание или насмешки там и так далее. То есть будете чувствовать себя больно очень, сердце схлопнется сразу. Вот, поэтому нужно какой-то, наверное, разум, здравомыслие проявлять. То есть и любовный обмен может быть со всеми, но по-разному проявляться. То есть кому-то просто просад, кому-то просто улыбнуться надо, поздороваться. Вот, это тоже уже какой-то обмен. То есть вы не игнорируете личность, вот, но с кем-то вы можете вступить в более близкие, тесные отношения. То есть так, кого-то придется терпеть, потерпеть какое-то время, вот, понимая, что человек на пути находится, но сейчас просто не может пока преодолеть вот какую-то свою вот эту вот природу и просто помолиться за него. То есть вокруг нашей личности они на разных уровнях, в разном состоянии. То есть важно это делать. Но если у нас будет такая сильная уже квалификация, то мы тогда всех можем просто затапливать в любовь, как правопада делал. Но, наверное, будет сейчас это немножко, как, слишком амбициозно попытаться на этот уровень сразу взлезть, залезть. Обожжемся, скорее всего. Поэтому, ну, будьте, как бы, аккуратны, внимательны, вот, старайтесь уметь различать. Да, то есть Матхе-Матхикари кто-то умеет различать, где что надо сказать, где какой уровень. Да, то есть вот этому стараться, чувствительность это стараться развивать. Да, спасибо большое. Я вот тоже, как Матха же, да, сказала тоже, что не везде нужно делиться сокровенным. Вот, а у меня такое природа, как экстравертная, да, и я такая, ну, давайте дружить. А некоторым людям нужна прям вот дистанция, ну, там, не прояснять. И даже если конфликт произошел, лучше умолчать, лучше, как бы, я там покритикую за спиной, чем лично в лицо скажу. И вот, ну, а у меня такое непринятие, мне кажется, надо все проговорить, чтобы все было ясно. Вот, и отсюда сложности, да, просто нужно, наверное, смотреть, кто больше подходит с тем и устраивать близкие отношения. Спасибо вам большое. Да, то есть вот с кем-то надо устраивать отношения, но вы столкнетесь с тем, что не все захотят даже проговаривать. А проговаривание может привести к еще большему конфликту, потому что человек еще, ну, у него очень, как бы, нет этой культуры еще. Тут нужно иногда просто терпеть, потерпеть каких-то вот, ну, просто преданный сейчас вот такой, ну, ничего, то есть, ну, он уже повторяет Харе Кришну, он приходит к преданным. Ну, ничего, это вот, все это уйдет со временем, зрелость появится, помолиться за него о Кришне. Вот, но с кем-то можно проговорить это, да, то есть, если преданный уже так более чувствительным становится, то есть, и больше ученичества в нем, можно уже начать проговаривать. Так, у нас, на самом деле, время уже закончилось, ну, давайте тогда сейчас коротко, да, может быть, еще вот у нас несколько человек. Так, Елена, пожалуйста. Если кому-то надо уже уходить, то можете, в принципе, уходить, но мы еще можем минут 10 задержаться. Елена, вас не слышно? Да, Харе Кришна. Слышите меня? Да, слышно, слышно. Харе Кришна, примите мои поклоны, Гуру Махарадж, примите поклоны преданные, спасибо. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Вот мне, у меня в моем окружении много непреданных, это мои родственники, друзья, братья, сестры, в общем, много родней. И я с ними общаюсь, ведь принцип додать и можно с непреданными же тоже как бы осуществлять вот этот принцип. Да, вы с родственниками должны постараться этот осуществлять. Да, и вот я стараюсь, я кормлю просадом, угощаю, проповедую, дарю книги, но сдвига никакого нет. И добавьте теперь терпение еще, терпение. Может, понадобится несколько лет. Да, уже много лет, и подруги, у меня есть такие подруги, которые страдают и просят тянуться ко мне, просят совета. Все говорю, все помогаю, но никакого сдвига ни у кого нет почему-то. Не получается, чтобы кто-то пришел и сказал, давай вместе с тобой станем преданными. В любом случае, если вы хотите помочь близким, улучшите свое преданное служение, то есть такой принцип. Моя мама стала преданной через семь лет, как я присоединился в прошло семь лет. Может быть, еще у меня ошибка такая есть, что я как от себя говорю, а может быть, мне просто как Кришна через меня говорит. Может быть, у меня немножко вот эта личностная что-то есть. Попробуйте, да, попробуйте так вот медитировать, что вы проводник Кришны, его милости. Но наберитесь терпения, потому что вы просто должны помогать им накопить благочестие, связанное с преданным служением. Вот они что-то сделали, да, то есть они же что-то делают для вас тоже. Да, конечно. Ну вот они прогрессируют. То есть вы это предлагаете, их какое-то служение тоже предлагаете Кришне. Значит, они что-то делают, здорово, не только берут, значит, хорошего, прогресс. Ну так, они на материальном уровне, ну что-то делают, да, на материальном уровне. Да, на бессознательном уровне, то есть они не создают себя слугами, но они что-то, какое-то служение делают. Ну слушают, слушают, им все нравится, но ничего, ну спасибо. Дела какие-то тоже вовлекайте их, например, попросите там своего близкого, можешь там в магазине купить, вот сходить овощи, зайти заодно. Да, могу, конечно, вот раз принес, принес. Вы такие, Кришна, прими, пожалуйста, служение. Вовлекайте в служение такое неосознанное. Привезти, увезти, может, даже что-то, да, там съездить куда-то, да. То есть вот делайте, если вы делаете это в служении, они помогают вам служить, то есть они тоже служат таким образом. Помогайте им накапливать благочестие, связанное с предным служением. В делах лучше, да, чем просто говоришь. Может быть, действительно, спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Да, Кита Махатмия Матыши, пожалуйста. Еще раз Харе Кришна, Киша Саим Махараджи, мои поклоны. Вот у меня примерно такой же вопрос, как Матыши, выдавала Елена. У меня нет такого служения, которое бы, ну, как сказать, вовлекало людей, чтобы я проповедовала. Вот так бы я сказала. У меня нет проповеди никакой, кроме как родственников. Ну, я там читаю Маха Матру, читаю книги, участвую в Санге, там с нашими встречаюсь, с городскими. А вот какого-то проповеднического у меня никак не получается. Это криминально или это как-то... Ну, не криминально, за это вас не посадят в тюрьму. Но криминально это так, слово не совсем подходящее. Критически, да, вы, наверное, хотели сказать. Но в целом старайтесь развивать настроение, думать о том, как помочь этим живым существам получить святое имя. Что я могу сделать? Я могу помочь им увеличить благочестие, может быть, да, своим каким-то отношением. Или вовлекая их в какое-то предное служение. По мере возможности можно что-то рассказывать. Если есть возможность, носите с собой маленькие книжечки. Можно случайно встретиться с человеком, который заинтересуется, и вы можете ему распространить книгу. Просто медитируйте на это. Само настроение помочь другим людям – это уже дживадоя. То есть это уже будет призывать к вашей сердце вот эту милость Кришны. То есть не ждать и сидеть, как оно свалится, а именно просить. Оно не свалится. Если вы не будете участвовать, помогать, то вы так и будете сидеть. Скорее всего, только будет усиливаться чувство какого-то неудовлетворенности. Спасибо большое. Делайте то, что можете, то есть на своем уровне. Вы же взаимодействуете все равно с людьми, с родственниками. Не можете... Я не говорю про родственников, то я как раз им по силе возможностей проповедую. Я имела в виду, что как-то шире, что ли. А у меня тут и общение уменьшилось в связи с тем, что я сейчас на работу не хожу. Там только по магазинам. То есть мало где общаться. Ну вот у вас выход в магазин, это выход к людям. Медитируйте. Просто носите. Даже если вы просто пронесете книгу с собой в магазин и обратно. Вы уже хотели кому-то дать. Кришна уже это ценит. С желанием кому-то дать. Кришна, пошли кого-нибудь. То есть вдруг когда-нибудь кто-то точно встретится. Заинтересует. Просто медитируйте на это. То есть медитация приведет к тому, что как-то это все. Сейчас остыкуется, что-то проявится. Где-то кому-то что-то скажете. И вы почувствуете. О, что-то происходит. Кришна меня использует, похоже, как орудие в своих руках. Ну как орудие в своих милостивых руках. Вообще в куклу его руках. Которые должны танцевать так, как он хочет. Да, да, да. Мечта такая. Песня про Пупа. Как про Пупада написал, когда Америку появилась. Да, да. Вот эта медитация тоже песня. Можете ее тоже настраиваться. Это настроение очень хорошее. Маркини Багаватадхарма. То есть Баджан Шилы Прупады. Хорошо, преданность. Спасибо большое. Спасибо огромное. Был рад с вами встретиться. Оксана, вы тоже, по-моему, хотели что-то спросить. Долго держали руку, я видел. Да, хотела на такой простенький вопрос. Я уже думала ваше время не занимать. Ну хорошо, раз вы спросили. Пожалуйста, вот я слышала, что раньше те, кто готовил пищу, они именно брахманами были. Я почему-то думала, что это шудра, что это ремесленное дело. Как на самом деле? Да, на самом деле, поскольку пища должна предлагаться Господу, прежде чем ее едят, это делали самые квалифицированные личности, брахманы. И, конечно же, пища, приготовленная для Господа, она одухотворяла жизнь всего человеческого общества. То есть принять такую пищу, просад в храме, например. То есть там стараются такие стандарты поддерживать. Ну не во всех храмах, может, удается, но все равно самые квалифицированные стараются находить преданных. Вот. Поэтому храмовский просад особенный всегда, потому что есть высокие стандарты, божества и все. И возможность кушать такой просад. И также тоже преданные, они постепенно тоже становятся, ну обретают такую квалификацию, тоже начинают готовить для Кришны и предлагать, раздавать. Это благоприятно для людей. А так в храмах, да, то есть это всегда брахманы должны готовить. Становитесь тоже брахманом и готовьте для Кришны хороший просад. А как вам стать? Это уже другой вопрос. Развивайте свое сознание Кришны, да, прилагайте усилия, чтобы обрести. Любой может развить эти качества, если он следует процессу, который дал Шила Парупада. Вот так. И тогда ваш просад будет такой мощный, знаете, люди будут есть, и сразу у них будут слезы наворачиваться. Вот здесь с преданностью будете готовить. Шила Парупада говорил, просад – это тайное оружие, да, то есть которым можно, так сказать, люди даже не понимают, но слезы текут, да, не поймут, что происходит. Какие-то эти шарики, особенность еда, и плачут целый день. Вот такой просад нужно готовить. Ладно, спасибо большое. Шила Парупада ки-джай, и тайгору примананды, аре-кришна. Спасибо вам большое, рад был с вами всеми увидеться. Спасибо вам большое. Спасибо.